привет сегодня мы попытаемся сделать первую анимацию в программе cinema 4d первое что тебе понадобится скачать программу ее можно скачать с официального сайта maxon есть вкладка try где ты можешь выбрать свою операционную систему загрузить инсталлятор и собственно ее поставить думаю с этим проблем не возникнет еще у тебя будет папочка в которую будет находиться проект и видео которое мы постараемся сегодня повторить это наш референс то на что мы будем основываться давай начинать я открою программу это наш проект который собственно лежит в папке первое что бросается нам в глаза это большое окошко вьюпорта наше самое главное окно здесь будет происходить вся магия и здесь мы будем проводить больше всего времени на самом деле вьюпорт не один есть еще дополнительный чтобы их вызвать нужно либо нажать на вот эту кнопку либо колесико мышки в разные вьюпорты это по сути проекции пространство же у нас трехмерное поэтому для удобства порой используется дополнительной переключаться между ними можно нажатием колесиком по соседству с ним находится окно обжиг менеджера это по сути дерево проекта здесь будут отображаться все объекты которые мы со будем создавать нашей сцене под обжиг менеджером находится окно атрибьют менеджера здесь будут отображаться свойства объекта в зависимости от того какой объект мы выбираем и последняя штука которая нас сейчас будет интересовать это таймлайн и кнопочки воспроизведения к нему поподробнее мы подойдем когда будем проигрывать свою анимацию теперь давай разберемся с тем как наши сцены перемещаться и как вообще устроена навигация в 3d программах верхнем углу вьюпорта находятся кнопки кнопка перемещения кнопка зума и кнопка вращения они вроде бы на видном месте но пользоваться ими на самом деле не с руки потому что в основном ты будешь сюда находиться твой курсор будет находиться в центре сцены и каждый раз чтобы что-то повращать или к чему-то приблизиться тебе придется делать вот такое движение а это съедает время поэтому есть другой способ который мы сейчас рассмотрим это комбинация клавиш клавиши alt и левой кнопки мыши это у нас вращение вокруг объекта alt средняя кнопка она же колесика это перемещение и alt правая кнопка это зум если ты изначально прицелишься курсором в какой-либо объект вращаться вокруг него или зумится к нему будет намного удобней если вдруг ты решил погулять по сцене и у тебя произошла вот такая штука и ты не знаешь где ты находишься и вообще где твоя сцена тебе нужно нажать на вкладочку view и есть команда frame default которая вернет положение прям вот стандартное теперь просмотрим немного кнопок это наша control за это самое любимое и аналог адобовского control shift здесь это почему-то control и но на самом деле любую кнопку можно перебить поэтому не проблема что нас больше всего интересует это инструменты перемещения инструменты трансформации их всего три давай посмотрим инструмент муфту позволяет нам перемещать наши объекты по сцене для того чтобы это сделать нужно просто выбрать объект и нажать на инструмент объект начал подсвечиваться и во вьюпорте и в object manager теперь мы можем прицелившись за какую-то ось начать его перемещать поначалу лучше это делать за одну ось потому что это просто точнее и так на самом деле проще поначалу следующий инструмент это скил ту с ним все просто выбираем его выбираем объект и собственно просто тянем вправо или влево вверх или и вверх или вниз и объект у нас масштабируется думаю с ним вообще все просто и последний инструмент который нам сегодня пригодится это rotation tool обрати внимание что когда мы подводить подводя курсор какой-либо кнопки всегда высвечивается и short cut short cut это горячая клавиша которая нам если мы конечно их запомним будет позволять экономить огромное количество времени потому что каждый раз тянутся опять за какой-то кнопкой это время поэтому short cut у нее r я нажимаю и оси у меня из обычных уже нам привычных превращается вот такие тут все так же просто берем за какую-то ось и наклоняем наши объекты удобная штука если я начав вращать свой объект подожму кнопочку shift я буду это делать прям по целым числом что тоже очень очень удобно кнопочка shift также работает и с перемещением я начинаю перемещать поджимаю кнопочку shift и видишь что у меня прям по целым числом идет перемещение это очень тоже удобно если ты случайно промахнулся по какой-либо кнопки и у тебя произошла вот такая штука все окна нарушились и произошел какой-то хаос то ничего страшного тебе нужно найти всегда он здесь остается это вкладочка layout ты выберешь просто стартап и найдешь стандарт и cinema вернет все виды окон прям стандартное значение пока это все инструменты которые нам сегодня пригодятся поэтому давай переходить к анимации на самом деле видов анимации существует очень много а в 3d таки подавно различные симуляции жидкости тканей мягких объектов или разрушений которые происходят процедурно мы лишь настраиваем их и контролируем какой именно мы хотим увидеть ту или иную симуляцию но самый распространенный вид анимации это анимации по ключевым кадрам ее мы сегодня и рассмотрим анимация по ключевым кадрам означает что я должен сказать синими в каком промежутке времени и каким или где быть объекту эти ключи находятся в синими сплошь и рядом любой инструмент который ты возьмешь либо объект я создал кубик видишь у него возле каждого параметра стоит ключик собственно мы должны сказать синими в каком с каком промежутке времени какое каким объект у нас должен быть или где он должен находиться давай рассмотрим это на примере нашего видео я еще раз открою видосик и посмотрим на самом деле в сцене уже с анимирован один объект он если ты заметил просто триггерит все это нам нужно просто для удобства чтобы знать в какой момент у нас должна начать должна начаться анимация поэтому мы рассмотрим на примере нашей надписи и делаю паузу и сворачиваюсь собственно нахожу свою надпись выделяю ее и вот теперь нам нужен timeline я могу либо возвращаться в нулевой кадр и нажимать play либо нажимать кнопочку которая возвращает меня в нулевой кадр и проигрывать но в основном аниматор пользуются вот этой штукой потому что прям по кадрам ты двигаешься и смотришь как как объект каким образом у тебя двигается поэтому это уже кому как собственно вернемся ключевым кадром я посмотрю когда эта сферка падает она падает в 30 кадре поэтому я выберу свою свою надпись и покажу тебе одну кнопочку которая собственно расставит ключевые кадры я выбрал свой объект либо в окне порта либо в logic менеджере и нажимая на ключ на кнопочку ключа теперь cinema запомнил что в 30 кадре моей композиции надпись моя стоит вот определенно под таким углом она стоит в таком-то месте и так далее так далее все ее свойства и для того чтобы не сделать анимацию мне нужно первое переместиться по времени я перемещаюсь допустим давай 60 кадр и мне нужно еще раз посмотреть что с ней происходит по сути она просто вращается и в момент когда она должна задевать кресло она просто приподнимается но и попробуем это повторить я переместился по времени и я должен свою надпись развернуть я использую rotation tool беру за ось y и вращаю помнишь про кнопочку shift поэтому я ее поджимаем чтобы сделать ровно 180 градусов все теперь я проверну но анимация еще у нас не записалась поэтому мне нужно нас от нажать еще раз на ключик вот теперь создалось два ключа которые нам говорят что cinema все прекрасно запомнила если я вижу что моя анимация чересчур медленно либо наоборот быстро я могу отредактировать это прямо здесь я могу либо сдвинуть второй кадр ключевой кадр либо наоборот растянуть тем самым я скажу синиме что пожалуйста мне подлиннее либо мне эту анимацию покороче для того чтобы ускорить анимацию либо наоборот ее замедлить я могу перемещать свои ключевые кадры что это значит если я второй ключевой кадр который отвечает за вот этот поворот перетащу ближе к первому то анимация у меня начнет проигрываться быстрее если наоборот растяну то я ее замедлю делаю я это следующим образом я могу выделять как один ключ и перетаскивать его по таймлайну либо если я попаду вот в эти засечки и потяну у меня появится такая рамка за которую я уже смогу перетаскивать все ключевые кадры присущие этому объекту есть маленькая проблема может анимация и плавная но она задевает мое кресло это выглядит не очень красиво поэтому это легко поправить я просто скажу синиме что вот в этом промежутке где-то посередине между моими ключевыми кадрами я просто возьму и приподниму ее над креслом и поставлю ключевой кадр проиграю еще раз я увижу что больше она ее не задевает собственно это основа так мы будем это все делать есть еще один способ расстановки ключевых кадров которые как по мне удобнее но с ним есть пару нюансов давай рассмотрим на примере ну вот этой надписи этот режим называется авто кей то есть если в случае с надписью мы сами расставляли ключевые кадры то этот режим делает это автоматически я должен только его включить и в нужный момент времени перемещать свои объекты либо вращать либо каким-то образом их трансформировать я включаю авто кейнг и где-то в сороковом кадре она должна уже от подлететь я поднимаю и вижу что синема расставила ключи но сделано чуть чуть не так как мы хотели в чем заключается суть авто кейнга во-первых он первый ключевой кадр всегда ставит в нулевом кадре но не беда мы уже умеем перетаскивать наши ключи я перетаскиваю в 30 кадр где сфера у нас начинает ударяться поэтому с этим окей второй момент чуть чуть поважнее и он порой добавляет очень 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 много проблем поэтому нужно всегда помнить что ты находишься в режиме авто кейнга о чем говорю у меня допустим есть привычка летать по сцене и каким-то каким-либо образом перемещать свои перемещать свои объекты то там чуть подвинуть тут опустить и так далее так далее так далее но если я это буду делать в режиме авто кейнга то при проигрывании анимации я увижу что все объекты мои сходят с ума я их не хотел анимировать я просто забыл выключить авто кейнг поэтому с ним нужно поаккуратнее но он очень крутой и позволяет делать все очень 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 быстро поэтому я попробую доделать эту анимацию объект подлетел возможно чуть-чуть он это сделал медленнее я сделаю поменьше и каким таким образом он сработал теперь нам нужно этот объект вернуть каким образом либо я могу объект обратно на глаз поставить либо я могу просто скопировать ли мое либо я могу скопировать ключ с зажатым контролом это ключ отвечает за то положение которое он был изначально то есть теперь я получил вот такую анимацию вижу что слишком быстро поэтому подвину чуть ключи и каким-то таким образом проходит анимация в режиме авто кейнга с авто кейнгом понятно единственное что он может тебя смутить это вот насколько кадров не переместиться чтобы тот или иной объект санимировался красиво или плавно ибо хоть как-то похоже на реальную жизнь тут как бы подсказка в том что нужно смотреть на объекты в реальной жизни если это надпись у меня допустим из пластика если она подпрыгнет и ударившаяся пол она же там не отпрыгнет далеко либо они вообще не отправиться в космос она просто с небольшой амплитудой подпрыгнет еще раз и все все это придет с опытом насколько кадров какой объект должен как двигаться и так далее так далее все это придет с опытом поэтому с этим за это не переживай я сделаю еще пару амплитуд отскока допустим если в сорок четвертом он здесь сорок шестом он чего чуть вверху 49 он стоит смотрю для удобства я могу нажимать кнопочку пробел это еще из youtube чем к нам пришло поэтому это очень удобно каким-то таким образом мы санимировали наш объект это черновой вариант поэтому для того чтобы допилить свою анимацию нужно переходить в графике я хочу чтобы он наверху чуть-чуть завис но здесь я это настроить не могу у меня есть только ключевые кадры поэтому для того чтобы это тут чуть больше настроить нам нужно перейти в графики находится не windows в курс и я здесь вижу графики всех моих объектов то есть как они перемещаются с какой зависимости и так далее так далее математиком тут быть не надо тут все очень просто во первых чтобы в нем ориентироваться тебе нужно главное нажать кнопочку frame all тогда выбраны анимация выбранного объекта у тебя прям приблизиться для твоего удобства если не грузить тебя информации это просто зависимости ключей и если я выберу ключи видишь они такие же что и на что ноги порте поэтому с ними окей я просто возьму и изменю зависимость от верхнего ключа я сделаю с кнопочкой control видишь и теперь он будет не просто плавно подыматься и опускаться а будет чуть-чуть зависать и потом падать давай посмотрим как это выглядит таким образом мы анимируем свои объекты я думаю что ты убедился что анимация дело вовсе не сложно а как по мне очень даже прикольная на примере этих двух объектов ты сможешь анимировать и штучку с попкорном и все что еще осталось баночка и так далее так далее они делаются также лучше это делать с автокенингом потому что ну это режим намного поудобнее но не забывай что он может принести неприятности окей что собственно по видео здесь все красивенько здесь какой-то материал кожи видно здесь пластик какие-то тенюшки какие-то отблески и все такое смотрим на свою сцену а здесь мы ничего такого нам не наблюдаем потому что это изображение нужно отрендерить то есть просчитать есть у нас материалы которые отвечают каждый своим свойствам допустим есть материал кожи есть материал глянцевого пластика и так далее так далее так далее чтобы их увидеть они просто скрыты для удобства заходишь option textures и увидишь эти материальчики но все равно они не выглядят так как на ролике поэтому нам нужно изображение просчитать этот процесс называется рендером и вообще для 3d чников рендер это ну такая больная тема потому что от них по сути ничего не зависит и этот процесс занимает очень много времени но зависимости от сцены насколько это сложно всем этим занимается компьютер поэтому есть куча мемов на ту тему как долго ждать свои рендеры как они любят крашится и так далее так далее это прям отдельная отдельная тема что нужно знать в сцене есть камера которую ты можешь войти в таким образом в ней невозможно перемещаться потому что у нее стоит вот такой замочек поэтому перед тем как захочешь получить изображение тебе нужно будет нажать на камеру за рендер здесь отвечает три кнопочки чем они отличаются давай смотреть рендер view это просто здесь ты можешь посмотреть как приблизительно твои объекты выглядят но сохранить свою сохранить свою картинку ты не сможешь сделано это просто для того чтобы быстро получить результат и как бы сбежать а вот вторая кнопочка я кстати выключил в такие это тоже не забывай вторая кнопочка render to picture viewer если я ее нажму откроется отдельное окошечко в котором собственно уже можно будет сохранить нашу анимацию если ты хочешь картинку то выставляешь на строках один кадр сейчас мы пойдем на строки посмотрим как это делается если ты хочешь анимацию ты выставляешь все кадры и сидима кадр за кадром начинает просчитывать это изображение я говорю да прекратить идем настройки рендера что нам здесь нужно нам нужно следующее разрешение выставляя какое мы хотим действовать инстаграм на 1080 1080 ну и либо с 1000 на 1000 либо 800 на 800 неважно и фрейм рейндж то есть какого по какой кадр ты будь ты хочешь получить видосик либо ставишь all frames то есть он будет рендерить с нуля до 75 кадра либо обручную ты говоришь меню и говоришь что там допустим из 10 33 вот теперь ты нажимаешь кнопочку сейф выбираешь какой-то объект мой какую-то папку у себя на компьютере и называешь объект и нажимаешь сохранить лучше всего на первых парах рендерит сразу в mp4 вообще рендерится все в секвенциях каждый кадр отдельной картинкой и потом впоследствии все это собирается из секвенции видосик но это делать не совсем просто поэтому лучше сделать это просто отрендерив сразу в mp4 все ты поставил здесь на галочку сохранить поставил определил куда ты будешь это все сохранять дело нажимаешь кнопочку рендер пик чуб ювер и остается тебе просто подождать сколько это уже все зависит от компьютера я надеюсь что ты убедился что штука совсем несложная все делается очень просто и я надеюсь что я помог тебе сделать твою первую анимацию 3d шнур